Динамо Динамо Удачно действовали Бирюков и Круглов. Грозер послал мяч в аут, и преимущество москвичей достигло 6 очков 19-13. Впрочем, Белогорье не стояло на месте. Новобранец гостей Алексей Казаков заработал 2 очка подряд 15-19. Отдельно следует отметить игру на приеме Александра Болгарева, который является номинальным диагональным. За исключением одной ошибки Александр действовал безупречно. Точку же в первой партии поставил Денис Бирюков одиночным блоком на Дмитрия Ильины в 25-20. Вторая партия также началась под диктовку динамовцев. Хозяева обеспечили себе хороший задел к середине этого игрового отрезка 16-9. Казалось, в рядах гостей воцарилась некая растерянность, однако Белогорье все же удалось снова сократить разрыв после нескольких неудач в нападении Круглова 15-17. Но отлично вписавшийся в игру Александр Болдырев и игравший на подъеме Бирюков не оставили гостям шансов. Точку в партии поставил Дмитрий Щербинин, который заблокировал скидку травицы 25-21. Начало третьего игрового отрезка Белогорю тоже не удалось. Динамовцы продолжали диктовать свои условия. Когда счет встал 7-4 в пользу хозяев, наставник Белогородцев поменял Дмитрия Ильиних на Максимом Тентелемоненко, но ошибок меньше не стало. В середине партии Холк подает эйс. Скорее всего, мяч попал в линию, однако гости запросили повтор этого спорного момента. Как ни старалась видеобригада найти необходимый ракурс, они так и не смогли. Решение в пользу Динамо принял единолично главный судья встречи. Вообще, белгородцы достаточно часто в этой игре апеллировали к судьям, правда, безрезультатно. На второй технический перерыв команды ушли при счете 16-11 в пользу хозяев, после того, как Сергей Тесюхин закрыл блоком Щербинин. Шипулин бросил в бой Тараса Хтея, для которого это был первый выход на площадку в этом сезоне, но и эта замена не сработала. В итоге динамовцы довели дело до уверенной победы в третьей партии, 25-21 после атаки Павла Круглова. И Юрий Маричев доволен игрой своих подопечных и уверен, что даже фактор Мусырского не смог бы им помешать. Я думаю, что сегодня наша команда играла на очень высоком уровне и не знаю, помог ли Мусырскому. Наверное, помог, но глядя на счет 20-21-21, я думаю, что мы могли бы справиться, наверное, все-таки с Мусырским, конечно, но хотя бы было бы тяжелее. Итак, динамовские болельщики ликуют. Наша команда сделала им чудесный новогодний подарок. И уже завтра ребята отправляются в Новый Уренгой с хорошим настроением на следующий матч. Анастасия Лупова, Александр Сысоев, волейбольный клуб «Динамо Москва». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова